День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Слушайте программу «Подоплёка» по средам с 10 утра. На радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова поздравляю вас с наступившим Новым годом. У нас впереди уковославное прождество, так что еще и с наступающим праздником. А сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, затрагивает каждого, потому что все мы любим иногда отойти от домашнего очага и где-то побывать в месте, где кто-то за нами поухаживает, пообслуживает нас, пусть у нас накормят. И на эту тему мы сегодня говорим с организатором, создателем и совладельцем сети кофе «Дабл кофе» Андреем Миловым. Добрый день, Андрей. Добрый день. Добрый день, Люся. Добрый день всем. Да, и мы говорим сегодня о том, как живет отрасль общественного питания в эпоху пандемии. Понятно, что особенно в прошлом году, когда вообще все было закрыто, для этой отрасли были достаточно трудные времена. Однако как раз в прошлом году как-то было более понятно, как работать, какие компенсации кому положено. А вот сейчас, вот лично для меня это все непонятно, поэтому я обратилась к Андрею Милову с вопросом о том, как сейчас организуется отрасль общепита, какие проблемы испытывает, и что бы следовало, может быть, сделать для того, чтобы эта отрасль как-то побыстрее пришла в себя, начала работать хотя бы на 80% своей предыдущей мощности. И вот об этом мы сегодня поговорим с Андреем, и надеюсь, что радиослушателям тоже будет это интересно узнать. Итак, что сейчас происходит, какие пособия за простое или компенсации отрасль получила, насколько осложнена ее деятельность, ну, например, отсутствием туристов, ну, или, в принципе, ваша сеть, она как бы рассчитана на местного потребителя, который ходит в офис, но в офисы кто-то ходит, кто-то сейчас не ходит. То есть вся ситуация, ну, конкретно для вашего предприятия очень сильно изменилась за эти полтора года или уже почти два. Да, конечно, ситуация изменилась, и самое главное, что сейчас в Латвии, в принципе, ну, не только в Латвии. Самая большая проблема – это отсутствие платежеспособного спроса. То есть это, конечно, фактор пандемии, на него повлиять невозможно никак. Прежде всего это связано с тем, что практически полностью закрылся всякий туризм, потому что лето вроде было неплохое, но туристов не было, и поэтому как бы весь общепит не мог соврать от того количества там доходов, не получил ту выручку, за счет которой можно там, допустим, зимой пережить, перезимовать. Перезимовать, совершенно верно. Потом, ну, всем известно, что ограничения были по торговым площадям, то есть вот у кого были возможности размещать террасу, те, конечно, смогли проработать, но все лето там до поздней осени, скажем так. У кого таких возможностей не было, то приходилось ставить закрытые, потому что, сами понимаете, всем известно, там были установлены такие правила, что для того, чтобы клиента найти, во-первых, клиент, если и захочет пойти в ресторан, то он сто раз подумает, потому что там было столько ограничений всяких и по санитарным нормам, и по наличию там или отсутствию прививок или сертификатов о том, что он там, ну, не является заразным там больным человеком. Или же, например, то, что ограничение времени работы тоже очень странное. Ну, просто есть такие факторы, на которые мы повлиять, даже не мы, правительство повлиять может, а есть такие факторы, на которые, конечно, никто повлиять не может. Хорошо. А ты, вот такая информация существует, насколько, например, сократился обороты в 20-м по сравнению с 19-м, в 21-м по сравнению с 20-м годом? Есть такие цифры, что-то вы считали, прикидывали? Ну, у нас есть цифры, например, за 9 месяцев, например, ну, за 3 квартала. В принципе, оборот сократился в 4 раза. В 4? В 4 раза. То есть это не на проценты, а в 4? Да, это в разы. Это в разы. Это по сравнению с 19-м, а когда было, ой, это по сравнению с 20-м, 21-й год, вот так, по сравнению с 20-м, но это, во-первых, и отсутствие спроса, и просто приходилось закрывать те заведения, которые содержать практически невозможно. То есть количество точек сокращается, и все объекты, которые... Ну, дело в том, что, понимаете, если нет клиентов, то если откроешь помещение какое-то, то сразу нужно платить и зарплату работникам, и там... Аренду. Ну, аренду так и так надо платить. Ну, там коммунальные всякие и так далее. Закупка продуктов, питание. Ну, сырья, скажем, для приготовления блюд. Это все нужно... Для этого нужны деньги и оборотные средства, и те, которые, в принципе, что касается зарплат... А если придет два человека в течение дня, да, то наличие хотя бы одного официанта и одного повара уже все. уже не окупается. Выходит в минусы, то есть нет смысла работать. Хорошо. То есть вот такие объемы, падения очень сильные. Ну, а в 20-м году... В 20-м году уже был как бы такой кризисный. Или не было такого падения? По сравнению с 19-м годом, 20-й год, вот особенно весной, когда там все это началось закрываться, там было падение... Ну, вы сами помните, может быть, такую ситуацию, что по городу идешь ни одной машины, ни одного человека. Можно не встретить. И тогда падение было чуть ли не в 10 раз. Ну, то есть в 20-й, в 19-м упало в 10, а потом уже в 4 раза. Нет, потом он немножко 20-й отскочил. Это я говорю по состоянию на март. Тогда просто сразу резко было такое падение. Потом выправилось немножко, но вот сейчас за 9 месяцев 21-го года по сравнению с за 9 месяцами 20-го в 4 раза. Много говорилось о том, что арендодатели вот они идут навстречу, они понимают, что всем трудно и ситуация сложная, вот насколько вы почувствовали какое-то желание со стороны арендодателей пойти навстречу, ну, какие-то арендные платежи уменьшить и так далее. Вот как это происходило? Ну, здесь очень много зависит именно от каждого арендодателя. Но дело в том, что, ну, например, есть помещения, которые находятся вот вход с улицы, там, арендованные помещения, владельцы помещений, с ними договориться можно, потому что они тоже прекрасно понимают, что если, допустим, мы уйдем, то никто не придет на наше место, потому что никого нового не найти и в такой ситуации, в кризисной ситуации никто бизнес открывать и тратиться не будет, потому что невозможно посчитать никакой бизнес-план. Вот. А что касается всяких торговых центров, то там, ну, менеджеры торговых центров, они же не представляют владельцев, они тоже действуют как чиновники, им главное отчитаться перед своими акционерами, то, что там выписали счет, ну, и типа в бухгалтерскую программу поместили, а оплачен этот счет или не оплачен, ну, там долги очень большие, но с некоторыми, конечно, удавалось договориться, те, у которых, скажем так, вот эта цепочка от управляющего к акционеру маленькая, но есть такие торговые центры, у которых там нужно было ждать полгода ответ на вопрос, смогут ли они нам, допустим, дать 30-ти процентную скидку. А тем временем и тратные санкции по договору тикают, да? Конечно, ну, тикают, тикают, естественно, но это с одной стороны, с другой стороны, ну, вот если что, если, допустим, торговый центр, любой торговый центр захочет там подать на нас неполучившую способность, то они реально не получат никаких денег, потому что в первую очередь деньги выплачиваются работникам, как зарплата, остальное налоги. там, если торговый, то есть торговым центром уже ничего не останется. Но ведь, мне кажется, что в прошлом году был объявлен мораторий на подачу исков о неполучившую способности и так далее. Да, такой мораторий, он то был, то не был, то был формально, то неформально, но в принципе, да, я тоже не слышал никаких так, сейчас процессов, чтобы были, ну, чтобы были процессы неполучившую способность именно в нашей области. даже сами, даже сами владельцы не имели права, не только кредиторы, но и даже сами владельцы не могли подать этот иск. Хорошо, вот что могло сделать, и чего, что сделало, и чего не сделало правительство в отношении отрасли вот в эту кризисную ситуацию? Ну, во-первых, правительство сначала принимает решения, только потом начинает разрабатывать как это правило, по которым это решение нужно реализовывать. Простейший пример, там был у нас локдаун, вот сейчас с середины октября до середины ноября. Ну, там так же, как и при прошлых локдаунах, там два было пособия, там одно пособие это зарплата работникам за, что не простой, и второе это пособие предприятию юридическому лицу в связи с сокращением оборота, то есть если закрыто по решению правительства, то государство компенсирует в каком-то объеме, там не 100% оборота, но компенсирует. Ну, так вот, то есть сейчас уже январь, ну, то есть октябрь прошел, ноябрь прошел, еле-еле работники получили в 20-х числах декабря эти оплату за вынужденный простой за октябрь и за ноябрь. Еле-еле. То есть успели к Новому году. А что касается, например, компенсации вот самому предприятию, то они придумали такую сложную процедуру, и по их словам раньше конца января нам типа ничего не светит, хотя налоги они попросили уплатить, потому что одно из условий предоставления конверсации, что не должно быть налогов по налогам. То есть предприятие реально месяц не работает, оборотных средств нету никаких, государство и причем это решение приняло государство. И государство требует оплаты налогов за те месяцы, когда не было никакой выручки, а компенсацию только через три месяца предоставляют. Но это же и то неизвестно как предоставить, не предоставить, в каком объеме и так далее. Причем что самое странное, что на все вот эти мероприятия по помощи бизнесу, ну даже не только нашему, не только общепиток но всем предприятиям. Такое ощущение вот примерно я как подсчитывал, примерно прикинул, что вот все деньги, которые на эту помощь приходили из Евросоюза, которое получало государство, само же государство примерно 20% потратило на обслуживание вот этих денег. То есть реально принимались новые люди, организовывались какие-то новые правила, какие-то сверхурочные там платежи, поднимали зарплаты этому аппарату всему чиновничеству. Вы посмотрите даже там это самая высокорастущая отрасль за не программирование, там не доставка еды, не фармакология, а именно госаппарат. Самый бурный рост за последние два года. Но это же позор, то есть государство всю помощь, ну не все, а значительную часть, процентов 20, тратит на себя, на чиновников, на тех людей, которые не производят никакого национального продукта, они не производят ничего, они только едят. Если бы они не едят, то еще можно было бы с этим сувериться. Но к сожалению нет. Ну может быть, но все равно они едят, пьют кровь экономики, то есть они съедают деньги, не производя ничего взамен. Мы своими налогами кормим их и тем самым покупаем услуги государства по предоставлению там безопасности, взрывохранения, образования, потому что основные функции государства это учить, лечить и защищать. Они своими действиями просто убивают, они всячески убивают, причем размышляют именно как я даже сталкиваюсь с тем, что мне это напоминает уже застойные годы Советского Союза, когда в принципе любой чиновник не хочет ни за что отвечать, и тем самым становится неэффективным как управленец это раз, как менеджер, и во-вторых, он сам, его рабочее место обходится слишком дорого для государства. Ну, я считаю, что это неправильно. Ну, ваша сеть международная, и очевидно, что вы бываете в других странах, видите, как там организовано дело. вот как вы можете сказать или прокомментировать латвийские отличия в организации, что самого общепита вот в эту пандемийную эпоху во всех странах Евросоюза продолжает работать общепитый. И, кстати, туризм как-то понемножечку начинает возрождаться, и люди ездят, и мы видим там в социальных сетях какие-то репортажи, отзывы, отклики о том, как и что организовано в других странах. И, к сожалению, вот это сравнение, оно не в пользу Латвии. Даже в такие как бы духоподъемные дни, как рождественские новогодние праздники, казалось бы, как раз это время, оно должно было как-то людей воодушевить, настроить их на хороший Латвии, обрадовать какими-то гуляниями в центре города. У нас как-то все это в этом году как-то особенно уныло выглядело, и, к сожалению, конечно, это отразилось на всех отраслях, которые более-менее связаны с развлечением людей, с обслуживанием туристов, даже если внутренних туристов, допустим, кто-то бы поехал из Лепы в Ригу или наоборот. Вот как вы оцениваете вот чисто как профессионал ситуацию в этой отрасли в Латвии в сравнении с другими странами? Я оцениваю очень, в сравнении с другими странами, очень негативно. Ну, во-первых, страна у нас очень небольшая, народу немного, то есть управление предприятием, которое небольшое, согласитесь, любой скажет, что он легче управляет таким предприятием, чем большим предприятием, но почему-то в той же Германии, где огромное федеративное государство, все распределено, все работает как часы, пособия всем выплачиваются сразу же, мгновенно, без всяких заявок, без всяких акцептов. Да, там в связи с изменениями всяких уровня процентов заражения, количество зараженных на тысячу или сто тысяч населения, да, в разных федеральных землях, разные муниципальные программы, разные условия каких-то карантинов и ограничений. Но если взять тот же Лондон, там вообще уже ничего, все открыто. Если взять ту же Швейцарию, там тоже все открыто. И в принципе страны явно больше, но порядка тоже явно больше, чем в Латвии. В Латвии самая большая проблема огромный, раздутый, неэффективный бюрократический аппарат. И мне просто ножом по сердцу принимаемое решение, что выделить дополнительные было что-то 247 тысяч евро работникам налоговой службы в виде премиальных за сверхурочную работу. Ну что они, как они могут себе придумать сверхурочные работы, если реально экономика сократилась, упала до таких низких, то есть реально бизнесы и реально работы, если честно сказать, стало в два раза меньше во всей стране. Так они себе специально напридумывали каких-то непонятных работ, лишь бы просто сожрать эти деньги, за которые потом будущие поколения будут рассчитываться с Евросоюзом. Это же все в кредитах. Да, к сожалению, да, объем долгов государства очень сильно вырос и за последний год, и в следующем году опять это миллиард и 700 миллионов евро взаимных денег в бюджете и, к сожалению, конечно, это очень тревожный факт, но у меня вот еще один вопрос такой о коммуникации правительства с отраслями. Есть ли у вас в распоряжении какая-то информация от наших эпидемиологических служб относительно того, насколько отрасль общепита является опасной в плане распространения инфекций? Нет, такой точной информации нету, потому что в принципе это примерно приравнено так же, как со всей индустрией развлечений, там то же самое, как проведение концертов, театральных постановок, спектаклей, кинотеатров, в принципе, это так. но в любом случае мне кажется, что самым большим распространителем инфекции является транспорт, там самая большая плотность пассажиров, особенно по утрам, по вечерам, я не знаю, кто с транспортом может сравниться, даже несмотря на то, что там в масках, не в масках, но все равно, самое опасное. Ну, потом дальше, я считаю, так это мое личное мнение, информации точной у меня нет, но вот, конечно, школы и высшеучебные заведения, там, где находится большое количество людей, молодых, которые, в принципе, не болеют или болеют бессимптомно, но тем самым являются распространителями заболеваний, это опасно. Ну, по поводу системы образования, там были приняты какие-то вещи, знаешь, там как-то срабатывало это все. Ну, перешли на удаленный доступ в основном. То есть, там работало. Насколько эффективно, я не берусь судить, просто не знаю. То есть, если резюмировать, то получается, что меры, которые принимались, они с вами не обсуждались, они вам не объяснились. Соответственно, вы вынуждены были приспосабливаться к каким-то обстоятельствам, на которые никак не могли повлиять. даже... Нет, мы, конечно, там вместе с ассоциацией рестораторов гостиничного бизнеса, мы, конечно, постоянно пытаемся, пытаемся быть в контакте с органами власти различных уровней, но, скажем, они знают, что мы существуем, но я не слышал ни одного положительного решения, ни по одному вопросу, ни по одному нашему предложению не было принято. Вообще, никогда. Но это касалось еще даже до пандемических всяких времен, когда там мы хотели приравнять, допустим, снижить налог на добавленную стоимость для общепита так же хотя бы, как и у гостиницы, что нормально, да. Но почему-то государство никогда на это не идет. И даже вот у меня есть хорошие знакомые, например, среди врачей, они говорят, что даже к врачам правительства не прислушиваются, хотя там был создан какой-то совет или какая-то структура, которая совместно с правительством должна была принимать решения в разработке каких-то планов, мероприятий для безопасности. Но, как говорят врачи, правительство когда с ними встречаются, они говорят им, так, вы сидите и слушайте, что мы вам скажем. То есть это, ну, может быть, совещательный какой-то орган и совещательный какой-то голос есть, но все равно это далеко, далеко принимаются решения совершенно, ну, идиотические, скажем, чем отличается, например, время работы до 9 вечера от времени работы до 11 вечера, да, ну, ну что, ну в 9 часов вечера что ли начинает вирус активизироваться и заражать всех? Ну, ну откуда, кто придумал, например, что все рестораны должны быть закрыты в 9 часов вечера? Если люди, которые пока еще ходят на работу и которые ходят в рестораны, они, ну, после работы могут зайти, допустим, да, ну, посидеть, там с 5, с полшестого, с 6, там, ну, максимум до 8, ну, максимум, да, а те, которые там вечером хотели бы, да, ну, им уже нет смысла что в 8 приходить, да, ну, потому что в 9 закрывается, ну, ну, кто это придумал? Чем это обосновано? Ну, ничем, это просто тыкнули пальцем в небо. Ну, хорошо, все-таки, вот, мы как-то надеемся на то, что все будет лучше, и правительство нам тоже говорит о том, что вот будет у нас охват вакцинации там 80%, и мы все откроем, однако потом приходит какая-то новая информация, и эти обещания пересматриваются. если все-таки смотреть будущее с оптимизмом, то что бы, ну, вы предложили сделать для того, чтобы ваша отрасль хоть немножко почувствовала себя более конкурентоспособной и вообще более жизнеспособной? Нет, от правительства требуется только одного. любая отрасль может работать абсолютно в любых условиях, если правительство соблюдает конкурентную среду, одинаковую для всех. потому что все мы знаем, что существуют там всякие точки общепита и в министерствах, и в муниципальных всяких, и в других службах, которые там, ну, или, например, вот то, что сделали ставку аренды там для государственных муниципальных помещений, для предприятий общепита, которые там арендуются, сделали ноль, а в других не ноль, то есть это сразу меняет условия, то есть это конкретный перекос. То есть они создают неконкурентную среду. Они должны поддерживать уровень конкуренции, одинаковый для всех. Тогда именно действительно отрасль начинает, любая отрасль при одинаковых правилах для всех начинает конкурировать, и тогда именно самые эффективные, самые успешные, они развиваются, и весь бизнес развиваются. Необходимые условия для любого развития. Если такого... И такого в Латвии, вообще даже понимания такого в Латвии у чиновников нету, отсутствует полностью. Они вообще... Ну, я сталкиваюсь с таким уровнем некомпетентности, то есть какие-то, скажем, дамы, ну, не то чтобы пожилые, нормального возраста, среднего, но которые никогда в жизни не сталкивались с предпринимательством, которые не создавали ни одного рабочего места в своей жизни, ни для кого, которые не привлекли в Латвию ни одного евро, каких-нибудь иностранных инвестиций. и они начинают указывать мне, как, каким образом я должен организовывать процесс, бизнес, процессы свои, потому что они считают, что нужно делать так, так и так. Ну, кто она такая? Она чиновница. Они себя не воспринимают как обслугу бизнеса? Нет, нет, нет. Они себя воспринимают как, ну, как бы, руководители бизнеса? В том-то и дело, да, да. Они отвечают за результат, а, ну, как бы, цели указателей или как-то еще? Да, нужно делать так, так и так. А то, что вот если вот так мы будем делать, что так работать не будет точно, они этого не знают, и, может быть, знают, но не хотят принять. Но даже, даже, даже вот малейший, вот простейший пример, да, для того, чтобы помощь предоставили вот предприятию, вот о том, что я говорил в начале нашей передачи, они еще запросили дополнительно предоставить аудит. То есть вся налоговая служба точно знает, сколько денег предприятие поступает, получает, видит все, все, все. И по зарплатам по работникам, и по всем платежам. Все видно, известно. Зачем им еще аудит? Ну, конечно, за аудит мы сами заплатим, это тоже не бесплатно, но аудит им это только для того, чтобы прикрыть задницу, я так понимаю. То есть, имея информацию полную обо всех движениях средств в любом бизнесе, в любом предприятии, они не могут эту информацию каким-то образом интерпретировать. Интерпретировать или даже оценить не может или не хочет. Поэтому я не понимаю, за что им платить. То есть, абсолютно не понимаю. И, в принципе, вот этими своими действиями они провоцируют предпринимателей просто идти на уголовные преступления, по сути дела. потому что, ну, частенько были, были такие вложения, там, от налоговой, там, а вы исправьте годовой отчет за два года, там, задним числом, и тогда, типа, штрафа у вас не будет. Ну, то есть, это конкретные государственные рэки. То есть, они просят, допустим, меня, чтобы я совершил служебный подлог, сфальсифицировал финансовую отчетность и украл деньги у своих акционеров, хотя в течение последних двух лет все отчеты были нормальные, принимались и так далее, и так далее. И если я на это уголовное преступление пойду, то тогда я заплачу, там, допустим, две тысячи. А если я откажусь участвовать в уголовном преступлении, в нескольких, тогда я должен буду заплатить там тысячи тринадцать, пятнадцать. Ну, то есть, это вымогательство, причем в организованной группе, по сути дела. Ну, я просто никак не могу по-другому это называть. Абсолютно не смешно, потому что получается, что, ну, служба, которая должна, как бы, обеспечивать государству определенные прозрачные правила игры, соблюдение законности, не только не стимулирует вот эту среду, но и каким-то образом выступает в качестве, да, действительно, рэкетира и инстанции, которая заведомо исходит из презумпции виновности своих подопечных, стремясь всеми силами не обеспечить им какие-то ясные перспективы на будущее, но всякий раз пытаясь их запугивать какими-то наказаниями, штрафами, и в случае, когда им нужна помощь, всяческими способами предоставление этой помощи осложнять. так это выглядит на сегодня. Ну, это так и есть, да, очень четко все сформулировали, именно так это и есть в нашей небольшой, компактной, маленькой стране. Все-таки, если резюмировать вот сказанное, что мы можем ожидать в ближайший год экономики, вот конкретно в вашей отрасли, насколько есть возможность хотя бы сохранить те точки, которые у вас остались за эти два года, я так понимаю, что какие-то вы вынуждены были закрыть, что нужно для того, чтобы они продолжали действовать, работать, и все-таки люди, которые работают, профессионалы, вы их воспитывали не один год и, наверное, уже теперь не одно десятилетие, сколько существует такой кофе? 15 лет уже. Ну вот, 15 лет. 17-17. 17, сформировались некие традиции, сформировалась некая корпоративная культура, которая, собственно говоря, и является ценностью распространяемой, допустим, за пределы Латвии, где мы видим предприятие с вашей марки, это Россия, это Казахстан, и вот что нужно для того, чтобы этот бренд сохранился, и будет ли у вас какая-то перспектива в этом году, как вы это расцениваете? Ну я опять же повторю, что очень много сейчас факторов, на которые мы никак не можем повлиять, потому что любое развитие, конечно, требует какого-то хотя бы примерного перспективного бизнес-плана, да, ну даже так, не бизнес-план, а простейший экономический расчет, но сейчас, когда мы не можем никаким образом спрогнозировать именно вот самое главное, платежеспособный спрос, это касается и внутренних наших потребителей, наших услуг, и приезжих, две категории, что-то спрогнозировать невозможно, но опять-таки, если будут условия для всех одинаковые, то и понятные, и не меняющиеся, там, хаотично, ну тогда мы подстроимся, мне кажется, любой предприниматель, не важно, там, плохие, они хорошие, это все оценочные суждения, там, высокие налоги или низкие, но если вся среда одинаковая, то уж те предприятия, которые касаются, там, рождения человека, его питания, и, извините, кладбища, они будут всегда жить в любых условиях, пока человечество еще существует. Да, ну будем, конечно, на это надеяться, и хотелось бы вам пожелать все-таки выдержки, оптимизма, даже в тех условиях, которые существуют, и пожелать, наверное, надо, чтобы страна каким-то образом все-таки повернулась к бизнесу, руководство страны повернулось к бизнесу лицом, и создало не только ясные, прозрачные условия для организации процессов, существующую пандемийную эпоху, но и ясные, понятные инструменты поддержки бизнеса и возможности для его развития, а это значит, что нужно, ну, по крайней мере, также относиться к туристам, как наши соседи относятся, Эстония, Литва, хотя бы также относиться к возможностям каких-то скидок и льгот в отношении бизнеса, который сейчас находится в ситуации очень сложной для него, я имею в виду, ну, может быть, мораторий на какие-то штрафы и такие прочие вещи депрессивные, которые усугубляют положение, а не способствуют развитию экономической ситуации в стране, ну, и, конечно, государственным чиновникам хотелось бы напомнить еще раз, что все они живут благодаря тому, что частный бизнес платит налоги, это единственный источник генерирования новых денег в стране, и именно на это нужно обращать внимание и быть благодарным этой курице, которая несет, ну, сейчас не золотые яйца, может быть, какие-то серебряные или обычные, но все-таки если ее прирезать, то не будет никаких. С нами сегодня в программе подоплека был Андрей Нилов, основатель и совладелец сети кофе и дабл кофе, этой сети уже 17 лет, и мы надеемся, что она сохранится, будет продолжать свою работу, распространять свои франшизы, может быть, в других странах. Вот, огромное спасибо Андрей за участие в программе, желаем вам сил и выдержки и новых идей, новых меню. Вот, программу сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Дени Копейн. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова